Ом Ти Ви Юэй. Мы сильнее, коли объединяем. Приехал Дмитрий Медведев в Волгоград, понял, что воздух тут чище, чем в Москве, и вскружилась голова от кислорода притока. И давай говорить. К примеру, обнулил и без того стоявший на нуле счетчик дней без российских ядерных угроз. Например, про вероятный удар Украины по Крымскому мосту. Они пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но, тем не менее, они продолжают провоцировать вот такими заявлениями общую ситуацию. Не останавливаемся. Раскручиваем маховик адекватности дальше. На самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что это прямая и явная угроза. Особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в Россию. И если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считают, что Крым не является российским, для нас это системная угроза. Эта угроза носит постоянный характер. И если во главе украинского государства становится очередной сумасшедший националист, или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромный, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире. Значит, мы про Крым будем говорить. И, пожалуйста, друзья, если вы нас слушаете в Крыму, или если вы живете в Крыму, может быть, волею судью показались в другом регионе, и у вас под рукой телефон, позвоните нам. Сочувствие жителям Крыма, потому что при Украине это был один Крым, а путинский Крым, оторванный от Украины, это не то, что... Не тот нормальный Крым. Не то, что заслуживают люди, не то, что заслуживают нормальные украинцы. Здравствуйте! Доброе утро! Как вас зовут? Здравствуйте! Меня Дарья зовут. Я живу в Ялте. Я вот решила с вами поделиться впечатлениями, потому что я местный житель. Ребята просто ужасно, ребята. И мы ничего с этим не сможем сделать. Дело в том, что голосование, как вы знаете, в 2014 году, это была чистая пропанация, никто не ходил голосовать. Я как местный житель вам это говорю. Мы здесь с 28-го года. Но, к счастью, пока не было пандемии, я жила в Питере, а вот сейчас целый год прожила в Ялте. Я вам хочу сказать, что это просто беспредел. Разворовывается все до таких степеней. Смотри, простите, пожалуйста. Разворовывается все, это, во-первых, по всей России. Мне кажется, это всегда и это навсегда с нами. А динамика-то в чем заключается? То есть вы же в Ялте жили и при украинской власти еще, да? Да. В составе Украины. В чем разница? Вот можете прям сравнительный анализ, что называется? Правительный анализ такой. Уже сочились законы, конечно же. Ну, как усложнилось просто все. От бухгалтерии и там... Ну, для кого? Для нормальных жителей, да? Для обычных граждан. Это все уже сочилось и очень стали... Ну, как сказать... Ну, некоторые вещи просто невозможно сделать. Допустим, там, узаконить какую-то постройку, там, что-то где-то... Какое-то участок в земле это невозможно, но для кого-то это делается легко и просто. То, что невозможно для других, то вдруг вы смотрите, а уже работу построили у вас перед носом. Так, ужесточились законы, значит, ну, действительно, об этом говорили, по-моему, даже власти это признавали, что законодательную базу надо, чтобы ее, соответственно, свести к единому знаменателю, там надо провести определенную работу. Там документы вот меняли, это же все длинные бюрократические процессы. Что еще? Ну, а так, в общем, ну, что еще? Уровень жизни. Ну, этого, я вам хочу сказать, вполне достаточно, чтобы испортить жизнь. Ну, все-таки, естественно, цены. Цены здесь, ну, выше, чем у вас. Ну, как, выше, чем у нас в Москве у вас цены? На продукты? Ужные, на многие вещи, да. Допустим, ну, вот вы делаете ремонт, и вам нужно что-то там, плитку какой-то, двери. Сюда везет вся некондиция, да, которая у вас там или за бесценок продается, или вообще там бракуется, да, например, никто не покупает. Сюда она привозится по бешеным ценам. Ну, хорошо. А какие-то позитивные можете изменения подчеркнуть? Мост. Мост вам построили. Мост. К плитку положили, я не знаю, набережную реконструировали. Вы знаете, особо ничего не делается так, чтобы вот, чтобы сказать, что вот действительно... Нет, они так, как бы, забирают то, что кому-то принадлежало. Допустим, вот аренда на 49 лет была, да, при Украине, договор составлен. Вот. И тут объявляется, а этот договор у вас не действительно. Мы этот пляж набираем под реконструкцию. В общем, тут реинновации вот эти вот в российском стиле. Ну, и как бы, от этого народ страдает. Тут все недовольны. Я не могу вам сказать, что вот я знаю человека, который сказал бы, о, я доволен. Здесь таких нет. А простите, пожалуйста, вот вначале давайте вернемся. Вы тогда, в 2014 году, голосовали? Нет, конечно, никто не ходил. У нас никто не ходил. Из ялтинских жителей я не могу сказать, что кто-то ходил. Те, кто работали на избирательных участках, вот девчонки, кто хотел заработать, ну, они делились впечатлениями, что это все была профанация. Никто не ходил голосовать. А вот вы живете, получается, сколько, 7 лет уже, да, в составе России. Что вы думаете, как вы свое будущее видите? Вы знаете, я, наверное, в Крыму не останусь. Они просто выживают. Или где-то надо спрятаться где-нибудь, ну, так вот, ну, не в Ялте. Потому что Ялту решили в Монако превратить. То есть нас всех, я так понимаю, кто вот занимает территорию, да, а могла бы здесь какая-нибудь постройка для более привилегированного класса быть, нас будут просто, я так думаю, переселять. Поэтому я, ну, многие-многие так делают, не только я. Квартира продается и покупается что-то где-то в другом, ну, более таком тихом уголке, куда, может быть, не дойдут. А вы хотите в России остаться все-таки? Или вы рассматриваете вариант перебраться на Украину? Я рассматриваю перебраться в Европу. Я ни на Украину, ни в Россию не хочу. Это такое дело. Как бы. Вот. Ну, конечно, было бы лучше, если бы была здесь Украина. Потому как, знаете, 90% жителей мы украинцы все. Подождите. В смысле, в каком смысле? В смысле гражданства, национальности, или что вы имеете в виду? Ну, в смысле принадлежности к этой нации, так сказать. Ну, здесь же нет, сколько здесь русских? Очень мало. Здесь в основном все украинцы. До сих пор разговариваем на украинском так между собой. Ну, так, какие-то слова пробегают. Понимаете? Подождите, а бандеровцы? Вот бандеровцы возвращаются к 14-му. У нас этого нет, мы таких не знаем. Потому что Путин, Путин вовремя Крым отобрал, и бандеровцы не доехали. Разве не так? Просто пропаганда об этом говорит. Да ну, в принципе, они сюда не поехали. Зачем им это надо? Никто бы сюда не поехал. Какая глупость. У них, у самих там, что, западная Украина, им достаточно рядом с Польшей. Зачем им сюда ехать? Спасибо вам большое. Да, вот нам жительница Ялты рассказала своим глазами, да, как она видит ситуацию изнутри. Я напомню, что это мы обсуждаем заявление Петра Порошенко, который сказал, мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули. Никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и манны небесной российские власти не обеспечили. Ну, давайте еще попробуем звонки. Я, опять же, просто как регулярный потребитель наших различных телевизионных репортажей пребываю вот в той реальности, которая мне преподносит. И я убежден, как телезритель, что в Крыму сейчас исключительно хорошо и гораздо лучше, потому что, опять же, там инфраструктура... Нет, почему? Подожди, спокойно, спокойно. Погода, скорее всего, одна и та же, но построили дорогу, вот этот раз от Аврида, построили мост, энергоснабжение. Да, с водой сейчас проблема, но так вот в целом гораздо лучше. Вам слово, друзья, 363-365-9-495. Для жителей Крыма, для тех, кто может сравнивать украинский Крым и российский. Доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Саша. Саша, вы откуда? Я житель Екатеринбурга, но 5 лет я живу в Крыму в семье своей дочери. До этого я регулярно, ну, в течение 20 лет посещаю Крым, так что реалии мне хорошо известны. Какой Крым лучше, украинский или российский? Говорите, да, Саша, вы уже в прямом эфире. Безусловно, украинский я сейчас объясню с географической точки зрения. Россия огромная страна, в ней что там, 89-90 регионов, так? А есть центральные, есть периферийные. Украина что-то там, ну, в 18 раз меньше по площади России. Значит, Крым в Украине был тоже периферийным регионом, но, понимаете, от Киева до Симферополя расстояние, ну, примерно как от Москвы до, что ли, Ростова. Ростов — это не провинция. Ну, понятно, я, вот, метафора моя понятна. То есть Крым, оказавшись в составе России, даже, ну, вне каких-то там политических моментов, о которых я сказал в самом начале, не касаясь этих самых моментов, он стал дальше от центра управления. Так, может, это хорошо, ну, подождите, может, это хорошо. Ну, это, получается, еще большая провинция, чем была, если она и была в украинских реалиях. Но я еще что скажу, хочу сказать. Я человек очень пожилой. Ну, как, мне 75 лет. Значит, я могу сравнивать с предыдущим государством. Так вот, Крым сейчас, вот, последний, вот, после, деликатно говоря, присоединения, обрушивается в самый заскорузлый, в застойный совок. Совок в Крыму, поверьте мне, еще больше, чем, вот, ну, в Екатеринбурге. Такое, слушайте, это все, вот, очень обтекаемо. Да, спасибо. Просто с предыдущей нашей слушательницей мы говорили о конкретике, да, на пальцах объяснял, там, цены ее не устраивают и прочее. А вот это вот заскорузлый совок, это каждый понимает, например, своей испорченности. С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Крым на связи. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Вас беспокоит Крым, город Керч. Меня зовут Руслан. Керч, здравствуйте. Добрый день. Я смотрю вашу аналитическую передачу по поводу сравнения. Да, один из путь познания действительности есть сравнение. Вы задаете вопрос, лучше или хуже стало жить. Как сказал Ленин, архи стало плохо жить. Архи стало плохо жить. Почему? Вы даже себе не представляете. Но связано с тем, вы знаете, что миграционные процессы связаны с наличием рабочих мест. Рабочих мест нет. Безработица выросла официально, по статистике, в 9 раз. Официально на бирже труда в Крыму состоят в 9 раз больше, в 5, грубо говоря, тысяч человек. До 50 тысяч. Мы не берем внимания в скрытую безработицу. Просмерчие превратилось в рязь, помойку, мусор. И все разрыто. Все недоделано. Перерыто все. Очень-очень стало плохо. Жизнь стала намного тяжелее. Но подождите, но секунду, подождите, извините, ради бога. Вот у вас эта грандиозная стройка моста, да? Не привлекались местные? Вы говорите, то есть действительно в Крым грохиваются, вкладываются, вбухиваются деньги. Значит, это стройки, это дороги, это туризм. Все-таки как-никак, но внутренний туризм существует. Нам говорят, в Крыму яблоко негде упасть. Послушайте, пожалуйста, есть специфика определенных мест в Крыму. Когда Крым был в ЮБК, это действительно для туристов. А у нас Феодосия, Кеш, это промышленные города. Кеш, понимаете? Поэтому предприятия закрыты, порты закрыты стоят. Рыбный порт закрыт полностью, 100%. Торговый порт практически на выживание. Фактически сейчас еще 500-600 человек сохранится. Скажите, это прелесть жизни? Скажите, пожалуйста, по ценам, по уровню жизни, что можно, как можно с Москвой сравнить? Продукты высокие, я не езжу. Цены большие, цены очень большие. По уровню, допустим, зарплаты. Что-нибудь можете назвать по памяти? Овощи, молочные продукты. Допустим, какие-то йогурты. 70, 70, 80, 100 рублей. Активия, жена подсказывает, 72 рубля. А овощи, помидоры, огурцы, мясо? 300. Это что 300? 300 рублей за килограмм помидоров. Ого. А мясо, курятина? Курятина, сейчас скажу, 200 и выше. Слушайте, ну смотрите, а вы же наверняка так периодически попадаете на... Давайте я вам больше скажу, я вам больше скажу. Послушайте, у меня два полных образования, два по пять, высших образования. И я стал на пизду труда, мне предлагают упорщик территории. Нормально? Оу. Да. А простите, пожалуйста, в 2014 году вы голосовали? Нет, нет, я просто понимал. Китайцы говорили с этим недругом, чтобы ты жил всю жизнь в условиях перемест. Мне 90-х годов хватило. Тут абсолютно не за Россию, не Казахстан, абсолютно нет. Здесь сама тенденция. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ, а для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. Підпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.